Новая покрасочная линия предназначена для полимерно-порошковой покраски алюминиевых изделий, в том числе архитектурно-фасадных материалов, мебели и фурнитуры, в соответствии с европейским стандартом МРАЛ. Оборудование способно обрабатывать более 150 тонн алюминиевых профилей в месяц. Алюминиевые профиля используются на архитектурных зданиях. Если мы все знаем, в Астане Экспо, он из алюминия исполнен, Абудаби Плаза из алюминия исполнен, Пирамида из алюминия исполнен. Алюминий является очень экологичным продуктом, качественным продуктом, долговечным продуктом. Если раньше в основном все использовали пластиковые окна, сейчас разница между пластиковыми окнами и алюминиевыми уже уменьшилась. И сейчас рынок алюминиевых профилей, он, во-первых, стал гибче, доступнее. ПВХ, не хочу плохо говорить, но они качество ухудшается с каждым годом. И многие страны уже отказываются от работы с ПВХ. Производство полностью автоматизировано. Это способствует повышению производительности труда и качества продукции, говорят специалисты. Реализация проекта стала возможной благодаря поддержке фонда ДАМУ, который способствовал организации эффективного производства с использованием современных технологий и оборудования. Фонд ДАМУ является оператором государственных программ, которые реализуются через нас. И одна из программ – это единая комплексная программа поддержки и развития бизнеса. В рамках данной программы мы оказываем различные виды поддержки. Это субсидирование процентной ставки, гарантирование. Одним из таких проектов на сегодня является ТО «Автокомп», где мы сегодня присутствуем. Этот проект был поддержан в рамках государственной программы в части субсидирования процентной ставки. Они получили кредит на строительство данного производственного цеха, приобретение линии и на пополнение оборотных средств. В настоящее время компания обрабатывает до 200 тонн алюминиевых окон и дверей в месяц. Количество сотрудников на производстве составляет 20 человек в смену. Отметим, что всего с начала реализации единой комплексной программы в области поддержано 8618 проектов по субсидированию процентной ставки на общую сумму 354 миллиарда тенге. ТОК ЖАНА РИМЖАН, ЖАНА РИСАГИЕВ, ТЕЛЕК, КАНАЛ ОКТОБИЕ